Привет зрители! G-Tour X70 Plus сегодня с нами В трассовом режиме проверим автомобиль Региональная дорога нас ждет Наиболее интересная, потому что и обгоны, и повороты Это вам не просто по трассе шпилить, распугивая встречных-поперечных Это реально управлять автомобилем и проверять динамические свойства Потому что G-Tour X70 Plus это крупная машина на самом деле И что X90, что X70 в целом разница не очень велика Именно по размеру, оба автомобиля прям подходят Подходят для всей семьи и для путешествий Как, правильно, позиционируются для путешествий? Ну, путешествие загружай и вези как можно больше и как можно дальше Это же путешествие, правильно? Правильно Но путешествие мог быть не только расточительным, но и экономичным Поэтому здесь, несмотря на грозный задний вид Обратите внимание, здесь и диффозор присутствует, а как? И расчетверенный выхлоп, правда, настоящий, а вот этот нет Но для красоты добавили И приятно меня умаслить, когда я люблю, что из кормы вырывается мощь и тяга Да, следы деятельности ДВС Ох, хорошо, двигатель должен дышать, давать моменты тягу И в том числе, тех, кому больше красоты Больше вот этого вычурности, тоже будет хорошо Потому что здесь, почему экономичные путешествия? 1.6, всего лишь 1.6 Если раньше вы сказали, 100 сил огромный, достаточно большой автомобиль Кстати, в ряду, что X70, что X90, это крупные кроссоверы, да? X90 едва ли больше Но здесь 1.6 И что? 190 сил Ух, ух, не 100, 190 Турбина дает Эта экономичность и возможность, в случае чего, пришпорить, да? То есть, маленькие обороты Плавно едем равномерно В случае необходимости, педаль в пол И турбины вперед Никакого перекрута, звона и всего такого Что обычно было ранее, да? Когда эхо без турбо Это же по сути что? Это 2.5 как минимум А может и 2.8 атмосферный, а? Ох, Китай Молодцы Великая автомобильная держава предлагает нам самые разные автомобили И самые разные шины Ван Ли Вот про шины Ван Ли есть что мне сказать Вроде бы со стороны все здорово 235, 55, 19 Профиля много Индекс скорости V, 240 км в час Трэдвер 420 Да она несносима Ездит, дубась, колбась, как говорится Все впитает в себя профиль Да, это вам не изолента понтовая Это прагматичность, как вот я люблю Да, я люблю прагматичный автомобиль Чтобы они хороши были И в то же время комфортные Но Шины Ван Ли мне не понравились Машины понравились Шины Ван Ли не понравились Надо менять Надо менять Вот факт Потому что Какие-то Странными реакциями Наделяет эта шина автомобиль Зиму ездил же На зиме И было несколько иначе Так что Задумаемся об этом В остальном Независимая подвеска сзади Ну естественно Спереди логично Давно ли вы видели Мосты Которые прям будут Жесткие и твердые Как говорится Неразрезанные Ну Давно-давно не видели Ну может Эти машины М плюс С Кстати Может поэтому Но зимой точно не стоит выезжать Тормозов хватит Машина крупная Двигатель небольшой Но турбина А В случае с тормозами Какие-то хитрости Да, дополнительные Не пройдут Нужно делать Реальные тормозные Да Механизмы Чтобы они все это дело Замедляли Замедляют И справляются Ну что, попробуем Мы сегодня трассу изучаем Да Вскратце пробежался Посмотрел Зимой загляните Автомобиль крупный Вмещает сюда все И как бренд для путешествий Я думаю, что да Настоящие функциональные рейлинги Проверил тоже С боксом Все четко держит Четко едет Итак Запускаем 1,6 Ох, как напекло ты Ё-моё Смартки Где ж смартки А вот сюда Вот я его положил Смартки Вот он Смартки Сейчас мы его обратно положим Все Запуск Охлаждение Пятой точки Отдельно Оживает Климат Контроль Кстати, да Очень круто Два экрана Подсматривали за ауди Сто процентов Это делали И охлаждаемся Зона сзади тоже есть Зона охлаждения Так что в максимум комфорта А вот шторочка всегда Закрывается Придется отдельно Ее открыть Давай, дорогая Открывайся Люблю, когда Салон наполняется воздухом И Много Много-много-много-много Света Много пространства Открыли Поехали Драйв Ну как Приселектив себя Поведет Единственная силовая остановка Единственная коробка И Ниакого полного привода Но Летом Это же не так важно Согласитесь Напомню, что GTOR X70+, Как X90 Это первая машина С которой бренд вышел Следом появилось По сути Следующее поколение Это Дашинг Да, или Дэшинг И Сейчас Суперхит М2 Соответственно А эти автомобили Они как остались Так они будут Некоторые время продолжаться И тут Все будет решать Цена Потому что Очевидно, что за М2 Можно просить Или Т2 Господи, я уже запутался Т2 Можно просить Много больше Ну а здесь Можно и Подоступнее Все это дело Реализовать Хотя Красиво Что кстати интересно Умудрился Я климат Так настроить Что Четко он Летом работает Как надо То есть Не передувает Не перехлаждает И это приятно Потому что Летом Хочется Даже Без больной шеей Ездить Но В комфорте И прохладе Ладно Нас интересует Все таки езда Я тут Вечно Растекаюсь Далеко Далеко Погнали Надеюсь Все только приборов У меня Скорость влезет Ну не влезет Значит не влезет Как говорится Будете подсматривать Через экран Здесь совершенно Типовая история Компактный Сдвоенный экран По сути И В целом Стандартный дизайн Завел это так Выдается Климатическая установка Вот она да Реализована С отдельным экраном Сенсором Да Правда Обратной связи У него нет Только посыпку Также отмечу салон Салон кстати У нас светлый И мы видим Что Есть некое отражение От этого Светлой части Попробуйте Темный салон Может так Не будет Отражаться Внутренняя часть А потому что Вся эта красота Детуровская Детур дизайн Вот видно На лобовике Ну что Поехали Не давил педаль Сам вот Преселектив Плавно начинает Движение Даже вот Горочку Пожалуйста На кочку Наехали Надо поддавить Газку То есть Он держит Пожалуйста Поехали Стартуем И я Преселектив С трекшн контроллом Ускоряет нас Прямо в гору Прямо в гору Мы идем Уверенно Вперед Может шины И не так Валли И плохи Потому что Уверенно Нас Вытащили На дорогу Так что Тай уже все Переохладил Очень аккуратно С этим Охладителем Сидение Надо быть Потому что Вентиляция Сидений До Воспаления Довести Легко Так что Аккуратно Ну и поехали По-небратски С рулем Но вообще В целом Нужно держать его Двумя руками Потому что он легок И Удивительно Но я наконец-то Понял Проехав по трассе Длительное время Я понял На что Автомобиль похож Так давайте Мы поставим Расход Мгновенный Вот Чтобы было видно И я понял На что Смотрели Или Случайно Так получилось Мне кажется На что-то Смотрели Создатели Автомобиля Мне кажется Что это Форд Если честно Что это Форд Вот по настройке Потому что Форды Давно ушли Просто с России Еще до всего Да Вот И у них Специфичное Вождение было Рули легкие И машины Были очень резкие Прям вот Резкие Острота была И вот здесь Вот Двигаясь На Х70 Плюс Я понимаю Что Это Форд Ну Правда Шины Неподобающие Да Они Не для такого Руления М плюс С Ну Для лета Как-то Не очень Потому что Да Когда ты едешь На небольшой скорости Равномерно То Вроде Вот такие небольшие Да Потом Если чуть Довернуть руль Так Хопа Машина Пошла То есть Интересно Мне кажется Что все-таки Кроссовер Надо было Придавать Несколько Другого Характера То есть Едет Плавно Едет Зачем Эта Острота Да Развитие Этого Острого Момента Вопрос Потому что Чем выше Скорость Тем Больше Ты ощущаешь Потребность Потребность То Чтобы Руль Была Потяжелее Да Уже Очень Податлив Особенно У своих Скоростях Хотя Сам по себе По диаметру Удобен И Позволяет Двигаться В Городском Потоке Вообще Без Каких-то Вопросов Да Но Чем выше Скорость Тем Больше Ты понимаешь Что Дальше Разгоняться Как-то Не очень Хочется С другой стороны Скоростные Лимиты Никто Не отменял Пока Мы едем За Морзовиком Посадим Машину На Адаптивочку Здесь у нас Полноценный Комплект Нужно Двигаться И смотреть По сторонам Средний Расход у меня Получился Он 10 Ну просто Достаточно Странно Считается То есть Длительную Поездку Есть Длинная Поездка С мовеном Разгон С расходом Причем Интересная Локализация Мощность Поездки Это Дальность Запас Хода Ну Хоть Ни Кадры Густоте Это Хорошо Средняя Скорость И Средний Расход Вот Именно Здесь В эту Поездку Ну Несколько Странный Скажем Набор Информационный Ну ладно Едем дальше Едем вперед Прям вот Хочу поменять Шины в Англии Если честно Мне кажется Автомобиль Заиграет Другими красками Вот эта вся Вот резкость Будет Более Интересно Что ли Ну вот Адаптив Как здорово Ведет Нас за грузовиком Еду Педаль не давлю То что надо Для В дальних путешествиях Поехал На адаптивочку Посадил И езжай Скоростные Лимиты Тебе Нипочем Ну если только Передний Предыдущий Не будет Нарушать Тот самый Скоростной Лимит То и ты Не нарушишь Соответственно Удобно А то Поезжаем Яма Вписываемся В поворот Еще будем Гонять Сейчас у нас Тут обгонный Участочек Поближе Сейчас подъедем Будем гонять Грузовик Сейчас посмотрим Где-то тоже Вот здесь уже Можно Ну давай Дорогая Проверим Твой Ну пожалуйста Турбо Решает Турбо Решает Предельные 120 В Китае Мы успешно Покрыли Да Напомню В Китае Есть особенность Там 120 Это все Предел И Учитывая Что автомобили Ориентированы Преимущество На внутренний рынок Ожидать Супер Резовых Свойств За Границы 120 км В час Наверное Не стоит Может Поэтому Шины Ванли Хотя Индекс Скорости В Не знаю В общем Какая-то Такая Странная Странная Вода Шином Получилась В не самом Позитивном Моменте Я ощущаю Как Автомобиль Хочет Хорошо Проехать Хочет Быть Острым Скажем Таким Способным На Мгновенный Отлик Но Что 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 Очень Сильное Ощущение Колейности Колей Это Вообще Наша История К сожалению Не лучшие Дороги В колею Прям Попадаешь Такой Ох Начинаешь Его Да Вот Видите Поострее Надо быть Везде Тогда Получается Да Не только В Средине Хода Руля Склонения Такие Хоп 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 Да То есть Не быстро Вроде То Что Надо Для Далительных Поездок Когда У тебя Машина Резко Не идет Но Если Ты Чуть Чуть Довернул Хоп Идет Подворот Думаю Ох Устремляешься Вместе С автомобилем Вправо Или Влево Ну Как-то Излишне Страва На мой взгляд То же Что касается Педали Газа Езжу Вэко И даже Острота Какая-то Ну Слава богу Где-то Не 240 Плюс У Х90 Там Вообще Очень Сложно С Такими Острыми Характеристиками Ездить А здесь 1.6 Вот То Что Надо Кстати Х90 Тоже Может С 1.6 Вот Там Надо Брать 1.6 Он Экономичный Тяговит В меру В общем Как надо С временем Больше Мощности Не надо Удивительный Случай Когда Говоришь Не Больше Больше Не надо Больше Не надо Мы Нам И так Хорошо Мы Так Поездим Что Называется Много Трафика Семь Как-то Неожиданно Почему-то Я же Не успею Уйти Уйти Здесь Я Не Успею Также Еще Попробую Я Чуть Строить Колеса Достаточно Многовато Они сейчас Нагрели Еще Наверное Два Дни Два Четыре Два 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 Если Поставить Будет По Приятнее Слегка Потому Что Кажется Жестковата Машина Такие Вот У меня Ощущения От Перемещений И По Друге Едешь И Главное Звуковой Процесс Сприкосновение Шин Другой Звуковой Звуковой Волны Они Подходят Ох Воспринимаешь Думаешь Шумят Шины В чем Да То есть Это Именно Здесь У нас Стекла Одинарные Но Вопросов Прям Нету Окачение Шин Слышно Очень легко 1.6 Тегает Автомобиль Даже С полной Нагрузкой Ездил С боксом С семьей Максимально Нагруженной Вообще Без проблем То есть Тот случай Когда Не надо Воротить Нос И говорить Вот 1.6 1.6 Турбо делает Своё дело Дует И Устремляет Машину Вперед При этом Не Не тратя Топлива Зря То есть Если не нужно Быстро ехать У вас Пожалуйста Да 130 Там 2.5 Вполне Нормальный Ворот Топлива 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 Сейчас будем гонять как раз Соточка Такой типичный кстати обгон Уверенный рост оборотов Вместе со скоростью И легко загоняются Красные режимы В предельные значения Для наших дорог Пожалуйста Что это вот так болтает То что с драйв снимает что ли Фреш Или Дуриан закатился куда-то Ловит его там Вот так вот вывод Много остроты Много реакций Главное что есть адаптивка И она позволяет Комфортно перемещаться С задачей Вшельсной вождении И ждем конечно Новинок от G-Tura Очевидно что Т2 дошенка Это прям Прямо 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 Скоро увидите Ну а X-70 это автомобиль Который Есть в модельном ряду И В случае если цена вас будет устраивать Он имеет право на то Чтобы стать Вашим В полной мере Да То есть все у нас здесь есть Для того чтобы Да Уверенно перемещаться Вот И Оценивать Возможности Проехали Четко понятно Да Чуть чуть больше требует Внимания к себе по рулю Ну Это все Скажем так В поделах Разумных Ну я с вами прощаюсь Выбирайте автомобили себе по душе Наслаждайтесь Объемными автомобилями Да Травите насекомых Ага Так что Успех Друзья Пока А что получилось Давайте посмотрим Ну вот вам скорость Да Десяточку Он укладывает Активные езды достаточно Вот так Показывайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому